Добрый день! С вами Татьяна Пушкарёва и моя женская книжная полка. У меня в руках книга «Пение пчёл». Её написала мексиканская писательница София Сеговия. Русский текст мы получили благодаря переводческому таланту Надежды Беленькой, как, например, и книгу «Шагни за порог», которую я представляла в одном из предыдущих детских выпусков. Кроме того, Надежда Беленькая и сама пишет книги. Например, у меня на полке стоит её роман, лежит её роман «Рыбы молчат по-испански». В прошлом году у Надежды Беленькой вышла книга «Девочки-колдуньи». Спасибо Надежде за её собственные романы и за романы испаноязычных авторов, которых мы не могли бы прочитать без её работы. Роман «Пение пчёл». Давайте я его вот так поставлю, чтобы его было видно. Второй роман Софии Сегови. Он был издан в 2015 году. Стал он бестселлером в Мексике, Латинской Америке, Испании. Его победное шествие по миру продолжилось в 2019 году, когда вышло мировое издание на английском языке. В этом году и мы получили возможность познакомиться с современной мексиканской литературой. Роман рассказывает о нескольких поколениях семьи Моралесов, то есть перед нами очередная семейная сага. Что же делает её такой привлекательной для читателя по всему миру? Мне кажется, здесь срабатывает несколько факторов. Первый, самый очевидный, лежащий на поверхности, что роман наследует традиции магического реализма. Здесь мы встретим странную старую няню, больше похожую на могучее древнее дерево, которое неподвижно сидит в кресле-качалке. И мальчика-любимца пчёл, появившегося на свет по покровам тайны. И историю лжевоскресения во время эпидемии испанки. Мир, описанный в романе, пронизан знаками. Для одних они очевидны, для кого-то темны и загадочны. Все эти черты образуют узнаваемый жанровый узор. София Сеговия не обманывает ожиданий поклонников магического реализма. Второй фактор популярности у читателей и критиков, как мне кажется, состоит в том, что роман разворачивается на неожиданно убедительном историческом фоне. В разъяснениях и благодарностях, которые помещены в конце художественного текста, писательница указывает, что некоторые события сдвинуты в тексте относительно того времени, когда они реально происходили. Но это могут заметить, наверное, только знатоки мексиканской истории 20 века. Я таким знатоком не являюсь, поэтому роман сильно расширил мои представления о Мексике, её политическом и экономическом устройстве. Я нашла много параллелей между описанными событиями и русскими революциями 20 века, крепостным правом и пионажем. Там даже годы вот этих революционных, неспокойных событий, которые вокруг них происходили, совпадают. Это 1918 плюс-минус несколько лет. Думаю, что вот это умение сделать события истории своей страны внятными и доступными людям из самых разных частей света, перевести их из частных в общечеловеческие, признак большого писательского таланта и мастерства. У романа есть ещё одна интересная черта. Моралесы из семейства крупных землевладельцев со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы видим дом, наполненный слугами. Здесь есть и кухарка, и прачка, и няня, и кормилица, и многочисленные пионы, которые обрабатывают землю, которая им не принадлежит, по сути. И тут же сожаление сеньоры Беатрис о том, что неспокойные времена отняли у общества возможность устраивать ежегодный благотворительный бал. И меня по ходу чтения, честно признаться, раздражало, что мне предлагают проникнуться бедами, тревогами вполне благополучно обеспеченной женщины, её мужа, её дочерей. Мне не нравилось, что он антагонист в романе, бедный, многодетный, озлобленный крестьянин. Он совершает преступление, его настигает возмездие. Несколько раз мне хотелось воскликнуть, что, боже, да вы мне предлагаете посочувствовать этим сытым людям, против которых восстал раб. Но по здравому размышлению я поняла, что мне предлагают совсем другое. Во-первых, текст приводит читателей к мысли о слепоте благополучных хозяев, о том, что они не понимают масштабов проблемы и трагедия их семьи поэтому закономерна. Во-вторых, мне кажется, автор показывает, что насколько бы закономерным не был гнев, это, тем не менее, он, тем не менее, приводит к преступлению, и это преступление всё равно не бывает справедливого убийства. И поэтому закономерно, что возмездие настигает этого героя. Может быть, я вчитала все эти смыслы в роман, а София Сеговия их вовсе не предполагала. Так бывает, но если книга позволяет полярной интерпретации, это очень хорошая книга. Возможно, вы её прочитаете, и для вас она будет о чём-то совсем другом. Буду рада обсудить этот вопрос. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Татьяна Пушкарёва. Увидимся через неделю.